Да здравствует Одинцовский суд! Самый упоротый суд в мире! Если вы не уступили дорогу по встречке высокопоставленному путинскому чиновнику с мигалкой на башке, вас непременно осудят. А судят, ну якобы за то, что вы, например, совершили наезд на полицейского. Именно за это сегодня в Одинцовском суде судят активиста ФАР Вадима Коровина. По версии следствия Вадим Коровин не повиновался законным требованиям сотрудника полиции, а также осуществил наезд на полицейского. На кадрах, предоставленных гражданским активистам, вы можете лицезреть пострадавшего. Это некто Кириллов. Видео снято 30 мая. По идее, потерпевший должен страдать от нанесенных увечий, ползая по коридору с перекошенным от боли лицом. Но он, как видите, бодр и весел, как жеребец, мчащийся к призовому финишу. Правда, в Одинцовском суде Кириллов уже нарочито прихрамывал, но почему-то не на ту ногу, которая обозначена как пострадавшая. Впрочем, ментам лжесвидетельствовать не впервой. Приказ начальства выше всякого закона. Вопрос, как это будет дальше продвигаться и насколько власть захочет сильно наказать Вадима, это уже дальше будем смотреть. А почему отобрали видеорегистратор у Вадима? Очень просто. На видеорегистраторе свидетельство его невиновности. Там записано все, как он ехал, да, соответственно, все, кому он переграждал дорогу, кому не переграждал. Он не отказывается от того, что он перекрыл дорогу в машине без цитографической схемы. Страф 300-500 рублей. Никто от этого не отказывается. Он говорит, да, я это сделал. Ну, так давайте астрафуем его и отпустим на свободу. У них нет никаких доказательств, кроме того, того полицейского, который подставился и заявляет, что якобы на него наехали. Фактически, действия сотрудников полиции были изначально неправомерными. Они ехались по встречному движению, нарушая правила дорожного движения. Это кортеж? Кортеж, да, имеется в виду, да. Соответственно, кортеж, также на кортеж, независимо, кто распространяется, тоже такие же правила дорожного движения, как на всех участников дорожного движения, всех остальных. Независимо. Но если вы включили проблесковые маячки и едете со спецсигналами, то как бы это тоже нужно, это тоже регулируется. Во-первых, значит, действие было, происходило в 6 часов вечера, значит, рабочий день закончился. Кроме того, во-вторых, машины двигались в сторону области. То есть, мы подозреваем, что они ехали домой с работы. То есть, была ли необходимость таким образом, нарушая правила дорожного движения, двигаться домой? Я думаю, что изначально нарушили правила дорожного движения именно сотрудники полиции и кортеж сопровождения. Тем не менее, Вадима оставили еще на 72 часа под стражей пока что. Получается, суд ангажирован? Ну, я так могу сказать следующее, что прокуратура, значит, так как прокуратура не могла поддержать ходатайство следствия, это тоже очень радует. Значит, в связи с тем, что нет доказательств виновности Коровином. И не создавая, значит, проблем, не то что проблем, а скажем так, чтобы суд не принимал заведомое неправильное решение, значит, избирая ему меру пресечения в виде под стражу, то, соответственно, прокуратура сделала именно такой ход, я считаю, что правильный и весьма полезный. Если они смогут добыть доказательства, хорошо, но я знаю, что доказательства уже все добыты практически. Если они будут добывать, то, я думаю, что, возможно, будут какие-то нарушения с их стороны. КОНЕЦ Вот так, с мигалками и сиренами, полицейские увозят за решетку одного из самых честных людей России, Вадима Коровина, только за то, что он не уступил дорогу путинскому опричнику. И то же самое завтра может случиться с вами. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ. КОНЕЦ